Звонкие голоса девочек дополняют друг друга и сливаются в единую мелодию. Даже на обычном занятии они не забывают про артистизм и поют так, словно стоят на сцене. В этом году младший состав ансамбля «Горница» одержал значимую для себя победу. Девочки стали лауреатами третьей степени областного конкурса «Русская душа». Причины жюри, конечно, были профессионалы, вокалисты. К чему я стремлюсь, я, конечно, смотрю и на состав жюри, это очень важно. И для меня очень интересен результат решения профессионалов. И это своеобразное направление и движение в дальнейшей своей работе. Ирина Зиудалаевна особо отметила, что она не гонится за количеством конкурсов в портфолио своих подопечных. Главное, чтобы творчество детей оценивали профессионалы своего дела. За победу бороться сложнее, но и ценится она намного выше. Фестиваль «Русская душа» в этом году проходил в дистанционном формате. В этом есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, не нужно тратить время и деньги на дорогу. С другой – нет живого общения с членами жюри. Такова ситуация. Мы перестраиваемся и мы думаем, что мы не будем менять скорость участия и в количественном, и в качеством. Будем записываться. Наш большой плюс – в нашей школе у нас есть замечательное отделение, медиастудия, которое нас записывает. Хотя и видео для конкурса записывали в зале для репетиции, девочки выступали с полной отдачей, как если бы пели перед членами жюри. Мы сначала распевались, а потом спели сами песни. Песни были легкие, очень веселые, радостные. Старания юных артистов уровень художественного и технического исполнения члены жюри оценили высоко. Конкурс получился очень хороший. Уровень конкурсантов был, я могу сказать, на высоте. И от этого нам было с членами жюри непросто распределить места, потому что хотелось поощрить и наградить всех. В старшем составе горницы выступают более опытные солисты. На конкурсе они стали лауреатами второй степени. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Продолжение следует...